С остановкой в Нижнем Новгороде. Из Москвы до Арзамаса, Городца и Чебоксар теперь можно доехать по единому билету. Поезд плюс автобус. Рейсы состыкованы по времени прибытия и отправления. Вот и первые пассажиры Стрижа, выходя с поезда, сразу попадают в следующий транспорт. Мы с дочкой поехали в Питер в УЗ поступать, и все это спонтанно, очень быстро. Нужно было приобрести билеты. Мы с Чебоксар поехали в Питер, а с Питера билетов уже не оказалось по факту на ЖД поезд до Чебоксар. И нам пришлось обратиться в кассу. Самое главное удобно в одной кассе. И сейчас такая пора, что билетов нет, ЖД билетов нет. И вот эта услуга выручает. Поедем в Городец, там недалеко фестиваль проходит, во фест. Вот, решили, что так будет бюджетнее поехать. Мы едем с Владимира. Узнали через интернет про данный вид перевозки. Оказалось, что действительно очень удобно. Не надо искать автобусы поблизости, которые едут. Вот, и решили воспользоваться. На вокзале и рядом с ним появилась дополнительная навигация. В Нижнем Новгороде автобусы можно найти на парковке рядом с Царским павильоном. В других городах тоже рядом с вокзалом. Уже готовы. И по мере того, чтобы были какие-либо вопросы, у пассажиров будут в первое время, особенно, когда это будет только в новинку, будут показывать, подсказывать, даже сопровождать. Из Нижнего Новгорода в Городец и Арзамас будет два рейса в день. Туда и обратно. В Чубаксары один рейс. Туда и обратно. Провели опрос. В результате три города выявили. Но три города – это не последние. Это только лишь начало. Дальше мы будем развивать его взаимодействие с федеральной пассажирской компанией, с Горьковской железной дорогой и с Министерством транспорта и автомобильных дорог. Будем развивать мультимодальные маршруты. Мультимодальные маршруты запущены. Валидаторы еще не установлены, но перевозчик уверяет, что и по электронным билетам можно попасть на рейс. Александр Шеломцев, Алексей Калякин. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok